Ограничения женщинам я бы не снял, поскольку они будущие мамы, им надо рожать здоровых детишек. Ну, я думаю, что лучше дать возможность, даже не обязательно, если женщина будет пользоваться этой возможностью, но она должна быть. Ну, я думаю, это хорошо, если ее дадут. Каждый человек сам должен думать, способен ли он заниматься данным трудом или нет. Позволяет ему здоровье, его физические качества или нет. Соответственно, почему нет? Ну, вообще-то, конечно, это плохо очень. Женщины все равно должны быть в приоритете, но это зависит от желания женщин, потому что сейчас у нас такие женщины, они просто, может быть, хотели бы там работать. Бабушки скоро перестанут печь пироги и вязать носки. Это действительно так. То есть женщины должны заниматься своим трудом. Учитель, врач. В общем-то, спокойно мы относимся к этому. Если у человека есть желание, почему бы и нет? Хочет человек работать машинистом, получать хорошие деньги, ну, и здоровье позволяет. Почему бы и нет? Так почему женщина не может работать, если она может выполнять эту работу и здоровье позволяет? Я считаю, что женщина, в принципе, должна сидеть, так сказать, с детишками. Ну, не должна, конечно, но по большому счету дети должны быть воспитаны правильно, и только женщина даст правильное воспитание. Сложный труд – это все-таки не для девушек и не для женщин, и для этого есть прекрасный мужской пол. Какая-то определенная работа, она все равно выполняется мужчине гораздо проще и легче, а женщине намного сложнее. Я считаю, что это бессмысленно. Если это не требует физического труда, ну, в принципе, почему бы и нет? Надо думать о том, что женщина прежде всего мать, жена, бабушка. Это же не приказ к действию – идите, мол, и работайте с шахтерами. Это просто возможность. Я, на самом деле, не думаю, что таких будет очень много. Но я слышал о девушке, которая в Санкт-Петербурге очень хочет быть машинистом метро. Я прям для нее даже сюжет видел. Но если для нее это так важно, и она будет думать, что иначе ее дискриминируют, то, ради бога, пусть идет.